Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Заметила такую тенденцию, что находясь в отношениях к человеку, у меня снижается общая активность. Желание развиваться сходит на ноль, в отношениях на каждую жизнь два года. Два раза расставались на 2-3 месяца, живем раздельно. И во время расставания я будто расцветал. Спортсуал, различные курсы, хобби, новая работа. Не было времени даже в соцсети зайти. Окружилась себя, окружилась себя людьми, которые толкали меня вперед и мотивировали. Ну а стоило нам сойти, все это словно было не со мной. Весь день с плю, наработал за отпуск, круглыми сутками в телефоне люди, которые так вдохновляли, покинули меня. Пытаюсь сама разобраться в этой проблеме, но на ум только пришел синдром спасателя. Будто мне теперь снова есть кого опекать, а про себя можно забыть. Может из-за того, что и в отношениях нет никакого развития, а может я просто зависим от человека. Молодой человек и сам задал мне тут вопрос, а что случилось, почему ты сейчас не можешь даже из дома выйти и займись чем-нибудь. А я и ответить не могу, ведь когда мы вместе, то оба заняты одним делом. Тогда я продуктивно, до тех пор пока не останусь одна. Но как вы считаете, что может повлиять на такой упадок силы во мне? Как изменить свое отношение к себе? Ну, лично мне видится история здесь следующая. Что вы тяготеете к развитию очень сильно. То есть, вот обратите внимание, да, что для вас на первом месте стоит развитие. Не занятие чем-то, что вам нравится, а именно развитие. Развитие это такая штука, которая достаточно серьезная, как мне кажется, зависит от других людей. И вы не случайно говорите о том, что окружили себя людьми. То есть, понимаете, да? Вы окружили себя теми, кто, ну, соответствует вашим, например, неким штабардам, да? Кто соответствует неким вашим взглядам, представлениям, целям и так далее. То есть, сами по себе вы заниматься чем-то, судя по тому, что я могу видеть, не можете. А все, что вы делаете, происходит как бы от развития. А для чего возникает вопрос? Зачем? Ну, на мой взгляд, дело же делается вами это для того, чтобы быть на хорошем счету у людей. И когда у вас есть необходимость, допустим, что-то делать, чтобы быть на хорошем счету, чтобы люди были рядом с вами, вы делаете. Но проблема здесь заключается в том, что молодой человек, он уже с вами. Он уже с вами. А значит, делать ничего не нужно. Вот вы и не делаете. То есть, мне кажется, что как-то вот глобально ситуация связана с тем, что вы привыкли делать не то, что вам нравится. А привыкли делать вещи, которые делать нужно. А вот делать что-то для себя нет. Это касается всего, в том числе и неприятное для вас может быть, но вот, это касается и хобби вашего. Это касается и спортзала, скорее всего. Вот. То есть, я бы здесь как-то в целом поработал бы с ума сонькой. Потому что вот, опять же, вы говорите, да, что, ну вот. А, ну, что вам, ну, как-то вот, ну, пропадает у вас мотивация, что-то делать. И это не случайно. То есть, мотивация пропадает не случайно. Другой вопрос, что вы не замечаете, почему она пропадает. То есть, как бы, что-то перестаёт быть важным для вас, а что-то приобретает, как бы, черты сверх-важного для вас. В этот момент вы не замечаете, на это нужно обратить внимание. Как нужно обратить внимание и на то, что, ну, хорошо, вы являетесь спасателем и опекуном для своего молодого человека, допустим. А как именно вы его опекаете? То есть, когда вы ничего не делаете, не уходите на работу, потому что весь день, весь день, как бы, сам-то, как сказал, сидите-сидите в телефоне, где здесь, как бы, опека. То есть, ну, опека – это как раз-таки активность какая-то. Да, опека – это как раз-таки, ну, какие-то проявления. А в данном случае проявлений нет. Поэтому мне кажется, что это не про опеку. Вот. Если только, если только, речь не идёт про то, что в клубе нет души, вы, например, можете подозревать, что, ну, что молодой человек сильно хуже вас. Вот. И что для него, там, ну, условно говоря, добиться успеха, да, там, не знаю, как-то заявить о себе. Вот. А, ну, невозможно, если вы, как бы, будете что-то делать. То есть, это страх его затмить. Это страх, вот, ну, знаете, как. Я сейчас, там, грубо говоря, буду успешный, да, если я начну что-то делать. Я буду успешный, вот, чего-то добьюсь, например. И молодому человеку, ну, своему, стану ненужно, ненужно. Такой момент. Вот это может быть, вот, страх того, что вас бросит. Конечно, конечно, сейчас это только богатки. И, ну, как бы, наверняка я не могу сказать, что это так. Вот. Потому что, ну, слишком мало информации вы нас предоставил. Но выглядит, пока что, все вот таким, не очень, я бы сказал, хорошим образом. И, соответственно, необходимо понять, какую выгоду вы получаете об своего поведение, именно выгоду, то есть, что я выигрываю. Опять, что я выигрываю. Об, ну, того, какую, вот, позицию я занимаю. Потому что, если вы сами для себя выгоду видеть не будете, не будете, если вы сами для себя свою выгоду не заметите, вот, то я бы сказал, что так вот вы и можете вполне себе остаться, ну, в этом состоянии, в этом положении. Вот. И ничего, собственно говоря, не изменится. Вот. Ничего не произойдет. Ничего не обменяется. А если вы этого не хотите, да? Вот. То, соответственно, ну, нужно, наверное, в этом смысле что-то делать. Вот. Поэтому, да, я бы сказал, что имеет смысл вам разобраться в себе. И я бы сказал, что для этого нужно с вами поговорить. Да? То есть, ну, побеседовать с вами нужно. Следующий момент. Вы говорите, что два раза расставались с молодым человеком на два-три месяца. Из-за чего расставались? То есть, такой достаточно важный момент. Потому что у нас расставание, тем более неоднократное расставание, говорят о некоторых проблемах, причем системных. да? То есть, повторяющих. Вот. Ну, это тоже нужно преследовать. Тоже нужно изучить. Вот. Потому что, ну, в нормальный момент, опять же, я бы сказал, что не совсем очевидно, ну, вот в этом смысле, что с вами происходит. То есть, то, из чего вытекает. И с той, с чем связано. Ну, я бы предложил подумать, что между вами и молодым человеком общего, я бы предложил подумать об этом. Что вообще, ну, по факту, вы себя, вы к нему чувствуете. Ну, как бы, это тоже желательно, ну, поиследовать. Понимаете, да? Какая штука. Вот. На этом я бы и закончил свой ответ. Буду благодарен за обратную связь по пониму. Это позволит вам начать работу над собой. А, самостоятельно, как вы вот говорите, как изменить свое отношение к себе, у вас не получится. Нужно разбираться. Вот. Что-то вы себя подавляете, как я уже сказал. Вот. Поэтому выбирайте от психолога и начинайте работать. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго.